В имя Отца и Сына и Святого Дмитрия. Аминь. И сегодня, дорогие братья и сестры, праздник в честь святителя и святого дворца Николая, от них есть лупа и литератистик. Святитель Николай является одним из самых великих святых, образ которого украшает небо церковным. Святитель Николай, это лупотник Божий, который не только во время своей жизни совершал многие доброти, но и после своего подшествия на небо, он продолжает до сегодняшнего дня помогать всякому человеку, который вращается к ним с теплой, с миленной сердечной молитвой. Святитель Николай стал на стезю служения Богу с самой ранней юности своей. Святитель Николай, когда он еще был юношей, его взял к себе на воспитание его дядя, тоже его звали в святитель. Святитель Николай был архиереем, и он воспитывался в архиерейском доме, научаясь сраку Господню и преуспевая добродетели. Потом, по усмотрению Божию, он был рукоположен в боярея, а после он был рукоположен в сад и еписиство. И много лет Святитель Николай послужил в архиерейском псане. И он был для всех всем, для тех, кто был неправильно осужден, Святитель Николай был избавителем от напрасной смерти. Для тех, кто находился в ножке, в крайней бедности, он помогал им. Для тех, кто плавал в море, он помогал в море плавающих, которые находились на суше и обращались к нему с молитвой. Вот тем, кто растирал свою помощь. Но для спасения человека не достаточно только делать добрые дела. То есть, показывать любовь ближнего своего. Для спасения очень важно сохранить чистоту святой православной веры. Это вера, которая дает человеку правильное понимание о Боге, раненое непонятие, кто такой Господь, из чего Бог хочет от человека. Когда человек знает, кто такой Господь, кто такой наш Творец, то человеку легко исполнять волю Божью, увождать Бога. Если он не знает, кто такой Бог, то он может думать, что он служит Богу. А он делает неративный Бог, он ускорбляет Бога. Потому что он не знает, что Бог хочет от человека. Поэтому святитель Николай ревностно хранил чистоту святой православной веры. Во время земной жизни святитель Николай проходил первый Вселенский собор, на котором досуждалась ересь Ария. Я не буду рассказывать, что это за ересь, но это Ересь Николай унижали божественное достоинство Второй Ипостаси Святой Живоначальной Троицы, Спасителя, Слово Божие, которое воплотилось и стало Сином Человеческим. И Арий был на соборе в числе депутатов собора. Святитель Николай был на соборе. И он захотел вступить с Арией в Украине. Но Арий был очень внешне образованный. Он знал риторику, знал правила дискуссии, правила проведения спора и как опровергать спорящих с ним. А святитель Николай этого не знал, этих всех рукавых дискуссий. Он знал Бога. Он любил Бога. Он хотел быть, верить Богу. Он поступил в свой сбор с Арией. И Арий начал хулить Богом. Хулить имя Спасителя. И святый Николай увидел, что не может остановить этого богопольника. Он подошел к нему и ударил его рукой по лицу. И за это святитель Николая запретили в священном служении, лишили сана и заточили его в одну темницу. Говорят, что в Никии, там в старом городе, уже оттуда развалили, указывают и сегодня от турки на место, где была, в городской стене была такая тюрьма небольшая. И туда заключили святого Николая. Он там находился в этой тюрьме. Но достойные мужи увидели виденье. Они увидели Спасителя, который стоял с Евангелием. Увидели Божию Матерь, которая стояла в самофору, с таким, ну, как покрывало такое большое полетенце. И перед ними стоял святитель Николай. И Спаситель дал ему руки в святой Евангелии, а Матерь Божия возложила на него эту самофору. И отцы поняли, что Бог простил святителя Николая. Простил потому, что он ударил Арии не за личной обидой, а за того, что тот оскорблял Бога. Он ревновал обоих. Святитель Николай и сегодня очень почитается в Турции, потому что место, где он служил, находится на территории нынешней Турции. Его очень почитают турки. В нем приходят с молитвами и говорят, что он помогает им. Ну, нам рассказывали, мы были там на тех местах, и турки сами рассказывали, как святой Николай помогает и невесте жениха найти жениху небесную. Вот болезни исцеляет и помогает все этих нужных и бедах. Я помню, когда я жил в монастыре, у нас был на покое митрополит Нестор по имени Нестор. По-моему, Анисимов, Анисимов фамилия. Он был миссионером в молодости, был миссионером на Дальнем Востоке, там на север, там живут алиуты, чупчи. И они все предъязычники. И он, ну, был миссионером, он так под ним приходил, помогал что-то им, ездил с ними на рыбалку там, это их не ремесло. И когда заходил на эти корабли, на которых они ловят рыбу, он видит, там у них сатуэтки стоят. Значит, такого-то Бога, такого-то Бога, такого-то Бога. И икона Святого Николая. А он говорит, ну, Ваше Божество, это кто такой? А он говорит, ну, ты что не знаешь? Это же Николай. Нам все помогают. Особенно в море мы плавим. И да, мы сразу его просим, он нам помогает. И так, ну, везде широко почитается Святитель Николай. И я бы хотел рассказать одну историю про Святителя Николая, который тоже, ну, как я, ну, слышал эту историю от того человека, с кем она случилась. Это была женщина. Она уже подошла ко Господу, вот, очень благочестивая. Но в молодости она была комсомолка. Очень ревностная, рьяная. Такая вот, барбатная комсомолка. Ну, и где-то она там работала на каком-то заводе. Она познакомилась с молодым человеком. Рузилом. Тоже комсомолец. Ну, тогда была такая мода, такая была, что познакомились с ней, спрашивают родители, уступают в брак сразу там, и все. И она сразу сступила с ним в брак. Ну, она пожил немножко с ней. И бросил ее. Уехал в Грузию. У нее осталась дочь. Может, дочь и сейчас живала. Возможно, я просто потерял связь с ней. И она пожила одна. И, видишь, ей тяжело. И она где-то была виновата перед мужем, что он ушел от нее. И она решила примириться. Ну, и в таком, женской такой, ну, отвагности, безумии такой, что она поехала в Грузию. Она не знала, откуда он. Не знала ни его родителей, ни кого нет. Поехала в Грузию искать своего мужа. Но Грузия большая. Она приехала в какой-то город, я не помню уже, как называется город. И вышла где-то там на окраине. И ходит, смотрит туда, смотрит сюда. Некоторые люди подходили к Ниве и говорят, женщина, ты что хочешь? Что ты потерял? И говорят, да, я ищу мужа. А где он, в каком месте он там, где находится? Я не знаю. Первый раз в Грузии, я ничего тут не знаю. Они разводили руками и уходили. Никто не мог ей помочь. И вот она под какой-то мост зашла. И к ней подходит такой благообразный старец. И говорит, сам едет. Ты что, мужа ищешь? Она говорит, да, да, ищу мужа. А он говорит, ты не тут ищешь. Надо тебе сносить на машину и поехать туда, туда, туда. И вот так подробно описал дорогу. И в таком-то месте ты, значит, выйдешь, пойдешь в горы и там найдешь мастухового. Там твой муж находится. Ты его там не увидишь. Он его не будет, но потом он придет и ты с ним встретишься. Он сказал ей, она посмотрела, а он пропал, его не стало. Она даже себе не задавала вопрос, что ты такой. Думает, нет варианта. Сделай, как сказала эта старичка. Она пошла, взяла, кто-то сафера наняла. И говорит ему, мне надо ехать в какое-то место. Ну, они седут в такси. Он спрашивает ей, ну как, долго едут. Откуда ты? Она говорит, с Москвы. Куда едешь? Иду. Ищу своего мужа. А ты была в грузнике первый раз. Я тут ничего не знаю. А сама говорит, Бог, хорошо правильно едешь. Вот тут надо. А потом налево поворачивает. Она знала, Святой Николай говорил, как это ехать. А этот грузин не знал этой всей истории. И даже ее матом опорбовал за это. Что ты мне обманываешь, что тут не было. Ты мне говоришь какие-то подробности, которые грузины не знают, как ты знаешь. В общем, довезли ее до места. Она пришла, нашла действительно в постуковку. И, да, мужа не было. Она подождала там день или два. Пришел муж. Они говорили там что-то с ней. Ну, у них ничего не вышло. Она уехала одна. Она не смогла надо мриться с мужем. Ну, и начал опять жить там, как обычно жила. И у нее была какая-то соседка там, знакомая, которая была верующей человеком. И как-то она зашла в дом этой соседки и увидела икону Святого Николая. Там были иконы, и среди них икона Святого Николая. И она говорит этой соседке. А откуда у тебя фотография этого человека? Я его знаю. Он мне помогал найти мужа. Ну, и соседке я рассказала, кто это, который ей помогал в этом человеке. Это Святой Николаевич. И она так уверовала, что она всю свою жизнь провела в молитве и покаянии. Она была очень благочестивой женщиной. И так она с такой верой, с такой добродетельной жизнью завершила Святой Моё Здравствуй. Такая история была. Она сама мне об этом рассказывала. Так что Святой Николай всегда близок к человеку. Если человек даже может и не призывает, он всегда призывает его на помощь, но нуждается в этой помощи. Но еще больше Святой Николай помогает человеку, который обращается к нему с молитвой. И мы сегодня просим Святителя Николая, чтобы он помог нам любить Бога. Чтобы любить ближнего своего. Чтобы он укрепил нас и спасил от Бога благодать, чтобы мы могли прощать друг другу. Потому что это залог жизни. Пока есть прощения, до тех пор есть жизнь. Если не станет прощения, не станет жизнью. Мы сами себя друг друга съедим. Чтобы он помогал нам уважать ближних, терпеть ближних. Это тот путь, те дела, те добродетели, которые мы должны совершать, которые делает человека человеком на земле. И делает человека причастником вечного спасения на небе. Укрестись, Господи, Господи нашим. Поэтому это слава, честь и поклонение, ныне бесконечные веки. Аминь. Спасибо. Чтобы всегда быть в курсе подій церковного життя, подписывайтесь на канал Украинской Православной Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.